12.05 в Кирове. Начинаем дневной разворот в студии Николая Толика и Дарья Топузлеева. Да, в самом начале немного расскажу о том, что нас ждет сегодня. После 13.00 во второй части дневного разворота, уже ближе к концу, поговорим о ремонте Кировского вокзала. Вообще, мне кажется, что его перманентно ремонтируют последние несколько лет на самом деле. Судя по картинкам, в этот раз всерьез. Он весь в лесах, это очень красиво. Наталья Бутырина, представитель Горьковского отделения железной дороги, нам расскажет, что там, какие работы ведутся, и немного поговорим о ремонте на Киров-2, Киров-Котловском. Сразу перед перерывом Анна Чебрина придет нам в гости, директор городских историй. Была она у нас тут во вторник, придет и сегодня, но, правда, уже с другим проектом. Проект Большая Вятская тропа, некий маршрут, я, правда, пока про него совсем ничего не знаю, который, насколько я понимаю, пойдет вдоль Вятки. Вдоль Вятки и в перспективе дойдет до Слободского. Вот Анна нам поподробнее расскажет. Ну, а сейчас будем говорить о работе городского пассажирского транспорта в преддверии нового учебного года. Вот-вот. Я думаю, не только учебного года. Дело в том, что школьники, это одна часть, но окончается лето, возвращаются люди в отпусков, в даче. То есть в городе появляется гораздо больше людей. Да, традиционные людей. И в общественном транспорте, соответственно, больше. Это не только школьники, но и студенты, и действительно, как бы и взрослых, наверное, больше. И мы. И мы. Да, залезаемся в общественный транспорт. Представим наших гостей. Александр Баев, начальник отдела транспорта администрации города. Александр Олегович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Екатерина Коренева, начальник претензионного центра Центральной диспетчерской службы. Екатерина, добрый день. Здравствуйте. И Денис Коржавин, специалист по информационной безопасности Центральной диспетчерской службы. Денис Андреевич, добрый день и вам. Добрый день. Добрый день. Всех прекрасно слышно. Да. Если что, микрофон просто к себе двигайте, кто будет говорить. Начнем, наверное, с изменений. Будут ли вообще какие-то изменения, связанные с новым сезоном? Есть ли они вообще вот эти сезонные изменения, связанные с началом осени? В графике, в расписании? Ну, для начала хотелось бы сказать, что у нас традиционно в летнее время пассажиропоток, как уже было сказано об этом, снижается в связи с оттоком учеников, студентов, преподавателей, всех оптусников. И в связи с этим у нас контрактом предусмотрено два расписания. Летнее, так называемое, и зимнее. Значит, летнее расписание предусмотрено у нас с 1.06 по 30.08, то есть непосредственно на летний период времени. Остальное время у нас действует так называемое расписание зимнее. То есть в чем разница? Разница в том, что на некоторых, скажем, прорабатываются все маршруты заранее, да, то есть это уже из года в год сложившаяся практика, скажем так. И видим мы, где на летний период, там, например, трех-пяти, там, например, да, единиц автобусов на маршруте много, мы их сокращаем. Ну, незначительно там, буквально там они, может быть, по одной-по две единицы убираются на этот период. Также у нас присутствует расписание для садоводов в летний период времени. Значит, оно у нас действует с, значит, последних выходных апреля, с последних выходных апреля, значит, до первых выходных, включая эти выходные, значит, октября месяца. Вот, то есть это тоже расписание у нас уже, оно, в принципе, традиционное. Значит, это у нас 21-й автобус, который продлевается на указанный период до садов, называемая Лесная Полянка. Это у нас Лободской район, значит, 14-й автобус, это у нас до садов Домостроитель. Тройка у нас идет до садов Надежда. Ну, и 44-й у нас идет, значит, через Орлы, это у нас в Радужину находится. И хотелось бы добавить еще, что в целом изменение, значит, маршрутов у нас предусмотрено, предусмотрено только в рамках 10%, согласно 44-го федерального закона, то есть по которому мы работаем и заключаем муниципальные контракты. Ну, а вы смотрите, вот если говорить о летнем, да, расписании, покуда оно еще пока действует, вы сами этот процесс контролируете или перевозчики выходят со своими предложениями? То есть вот мы с этого маршрута хотим убрать там один автобус, а вот этот оставим, он у нас и летом хорошо идет. Ну, слушайте, конечно, при формировании там расписания, о котором мы закладываем муниципальный контракт, мы уже опираемся и на то, что нам говорят перевозчики сами, и на ту информацию, которую нам Центральная дисциплина, служба предоставляет, и исходя уже из всех этих показателей, расписание составляется. А используют ли перевозчики вот это летнее время, да, если они какие-то машины не используют для того, чтобы их в порядок немного, скажем так, привести или как-то контролируется эта работа, да, потому что у нас часто бывает зимой там что-то выходит из строя, еще что-то, то есть вот тут можно сказать, так вот, ребят, вы вот этот автобус сняли, давайте, чтобы он у вас зиму отъездил хорошо. Ну, я думаю, что техническим обслуживанием у нас перевозчики регулярно занимаются, и не только в тот промежуток времени, когда не вся техника задействована, но я думаю, что это дополнительное время, и, наверное, они на указанные мероприятия тоже тратят. То есть, правильно ли я понял, что вот с 1 сентября мы просто получим расписание, стандартное зимнее расписание? Стандартное зимнее расписание. Все, что положено по контракту, все машины, выпуск должен соответствовать контрактным обязательствам. Да, то есть у нас по контракту предусмотрен, значит, выпуск не менее 90%, то есть менее мы уже принимаем, значит, санкции применяем к перевозчикам, вот, ну, с 1 сентября 100% выпуск, то есть... И именно тех машин, то есть если машина там большого класса, то должны ходить машины большого класса, они так как у нас по 23-му пазике начинают ездить, как вы применяете санкции, кстати, за то, что пазики на 23-м маршруте ходят? Ну, за все нарушения мы применяем санкции к перевозчикам, выставляем им претензии, вот, в рамках контракта, ну, и непосредственно вообще, как бы, ведем регулярно, конечно, скажем так, общение, живое самое главное, да, то есть претензии это претензии, но работа ведется регулярно с перевозчиками. А, опять же, если сравнивать летний и зимний период, насколько вообще критично падение, там, пассажиропотока летом обычно бывает? Ну, точно цифры я, наверное... Это, наверное, в ЦДС лучше ответить, потому что они все учитывают у нас. Ну, здесь можно отметить, что по пассажиропотоку летом, конечно, меньше ездит. То есть у нас сейчас свежих данных есть только июль и июнь, соответственно, данные мы опираемся на прошлый год, за 22-й год, и получается, что с сентября люди ездят... Ну, вот я могу привезти... Ну, если есть, да, какие-то цифры можно озвучить. Да, конкретные цифры. То есть, например, 46-й маршрут на август 268 тысяч перевезено, в сентябре 276 тысяч перевезено пассажиров, и в октябре уже 312. То есть чем погода становится хуже, тем, соответственно, пассажиропоток увеличивается. Заметно, кстати, увеличивается, по процентам, если прикинуть. Да. Летом очень много жалоб, видела, поступало на неработающие кондиционеры. Вообще как-то вот эти вопросы можно регулировать на уровне администрации перевозчиков именно в плане какого-то комфорта, да? Потому что, понятно, в контракте прописаны количество, там, объемы, количество транспорта, которое должно выйти, техническое его состояние. А вот какие-то такие вещи, которые, вроде бы, не сказать, что это какая-то обязательная вещь, но, с другой стороны, мы обновляем подвижной состав. Каждый раз, когда мы его обновляем, мы говорим, вот у нас новый, современный какой-то там, да, автобус, но новый, поддержанный. Ладно, вот у него есть кондиционер, но по факту он не используется. Ну, скажем так, что, да, мы, значит, эти замечания по поводу работы кондиционеров видим, на них реагируем. Значит, проблема здесь какая? Проблемы две. Наверное, первое, это бывает, ну, элементарно человеческий фактор, там, не смогли... Одним жарко, другим холодно, и тут непонятно, чью сторону, скажем, работникам транспорта, то есть это кондуктору занять, да? Либо, второй момент, это техническая неисправность. Да, действительно, то есть не вся система кондиционирования у нас в общественном транспорте работает должным образом, но в каждом конкретном случае мы разбираемся при поступлении жалоб, ну, и какие-то выводы делаем, как и мы, так и перевозчикам. Еще вопрос такой возникает, ну, вот залез я в этот автобус, там, не работаю, а там кондиционер, мне куда вот оптимальнее всего обращаться? Ну, для начала, я думаю, что нужно обратиться к кондуктору, как минимум. Нет, я уже поговорил с кондуктором, я уже поругался с водителем, поэтому я уже хочу, чтобы к этому были приняты какие-то меры, то есть мне обращаться к вам, мне обращаться в ЦДС, там, в прокуратуру идти, или что мне делать? Ну, для начала, я думаю, что по всем вопросам, хотел бы сказать, что связанным с работой общественного транспорта в городе Кирове, можно обращаться в отдел транспорта администрации города Кирова по телефону 374390, ну, и мы незамедлительно всегда отреагируем на все пожелания, жалобы и предложения от пассажиров. А что, ЦДС принимает такие жалобы? В обязательном порядке и практически ежедневно мы ведем работу с обращениями граждан. На что вообще чаще всего жалуются люди? Ну, хотел бы сказать, что вот Центральная диспетическая служба, она все-таки больше жалобы принимает, исходя из нарушения расписания, несоблюдения расписания перевозчиками, да, то есть это можно, да, конечно, звонить. Ну, вот если, да, говорить о несоблюдении расписания, о каких-то вот претензиях именно по графику работы, уже можно выявить там по итогам года, грубо говоря, какие-то вот болевые точки маршрута, на которых чаще всего возникают эти проблемы, и с чем они связаны? То есть они естественные какие-то или где-то перевозчик недорабатывает? Болевые точки, конечно же, в обращении граждан можно выявить, они лежат на поверхности, то есть у нас есть социальные сети, где пассажиры достаточно активно выкладывают свое мнение о работе автобусов и троллейбусов, и, соответственно, смотрят, многие пользуются системой информирования о работе общественного транспорта в городе Кирове. Очень много вопросов у людей возникает только по одному факту. Почему транспорт стоит на конечных остановках? То есть в основном в обществе считается, что раз автобус приехал на конечную остановку, он должен, ну там, две минуты, три минуты постоять, развернуться и ехать с новым рейсом. Но на самом деле у каждого экипажа, у каждого транспортного средства есть свое транспортное задание. То есть согласно наряду он выезжает в определенное время, совершает маршрут, и именно так и работает. То есть он не может приехать и сразу приехать. Мне кажется, такая претензия, она возникает не просто потому, что человек открыл карту, посмотрел, ага, чего это вы там все на конечной стоите, а когда на маршруте машин нет, и они все стоят на конечной. Все стоят на конечной, три там, две здесь, а на маршруте пусто. Вот обычно вот такие сканы, они, конечно, вот с вашей же вот этой программы, они выкладывают, понимая, что ребятам ждать нечего вообще. Вот они стоят на остановке, а все там. Ну здесь нужно отметить и то, что рейс занимает не несколько суток, то есть на текущий момент может быть в работе именно только два автобуса, три автобуса. И множество стоят техники на конечных. Нет, это как раз влечь о том, что на самой трассе нет ни одного автобуса, все по бокам. Но такого не бывает. Как не бывает? Ну посмотрите в соцсетях, да сколько угодно. Ну значит... Вот особенно там вот такие автобусы типа 61-го, там это просто стандарт. На трассе никого. На линии никого. Задание, да. Я вот сейчас не буду рыться, но я видел, сам собственные глаза виду, я уже говорил мне. Давайте тогда подойдем к другой, наиболее распространенной проблеме. В работе общественного транспорта. Это не стопроцентный выпуск автобусов, по большому сожалению. Вот как вы понимаете то, что вот я вам объяснял, что у каждого автобуса есть свой, ну свое задание. Задание, да. Соответственно, не вышел один автобус, пошли пропуск и рейс. Все. В отдел транспорта отличаются жалобы у вас? Да нет, у нас, я думаю, что очень часто пересекаются с интернерской диспетчерской службой жалобы. Жалобы хотелось бы вот пояснить, то есть в связи с чем бывает недовыпуск транспорта. То есть хотелось бы уже забежать, скажем так, вперед и сказать о том, что на данный момент все транспортные предприятия города испытывают кадровый дефицит. Это во-первых. Во-вторых, все-таки период летних отпусков, он касается не только пассажиров, но и работников транспорта. То есть в этот промежуток времени, когда мы сокращаем маршруты, еще и накладывается то, что и водители, и кондукторы тоже уходят в отпуск. Да, и в связи с этим, конечно, мы уже видим такую тенденцию, что летом, значит, у нас выпуск транспорта значительно ниже, чем в зимнее расписание. Еще один момент, да, по пассажиропотоку. Летом, наверное, редко бывают жалобы на переполненные автобусы, я думаю. А вот зимой есть у нас там ряд маршрутов, которые частенько бывают такое, что люди фотографируют, да, и вот там все размазанные по стеклам. Уже есть какие-то, да, какие-то автобусы там на контроле, на которые будете обращать внимание, смотреть, чтобы там-то точно был полный выпуск, да, на линию, либо, возможно, увеличить. Ну, я еще раз повторюсь, что мы реагируем на все жалобы, то есть исходя из ситуации, смотрим, у нас вот за каждую неделю есть такая система инцидентный менеджмент, да. То есть мы, она из всех социальных сетей, скажем, и в целом из сети интернет выдергивает вот эти жалобы касаемо общественного транспорта и формирует нам общую, скажем так, справку, где мы видим, на какие маршруты больше всего происходят жалобы. И мы уже после этого производим там анализ в течение какого-то промежутка времени, ну, и после чего лично я сам неоднократно вот выезжал весной, летом был, смотрел, то есть, и, знаете, не всегда подтверждаются, то есть жалобы тоже, то есть говорят, что вот переполненный автобус там едет, да, то есть, а постоишь, посмотришь, вроде бы нормально. То есть переполненность автобуса тоже вопрос такой, я знаю, не все в автобусе должны сидя ехать, это все-таки не такси, значит, то, что человек стоит в общественном транспорте, это нормально. Другой вопрос, когда там, конечно, уже, извиняюсь, как шапуроты в банке набились, это уже другой вопрос, да. Но в целом есть вот и такие жалобы, что, а вот мы стояли в автобусе, а не сиди ехали. Ну, Даша, хочу отметить вот плюсом к работе нашего транспорта эту историю с Филейкой и футбольными матчами, когда там стали проводить футбольные матчи, пошли жалобы о том, что, ну, право, после концерта уже тысяча человек садится на площади, и решение было принято увеличить выпуск машин в это время. То есть, среагировали вполне объективно, и сейчас нормально даже вот, и мужики не жалуются. Ну, здесь еще нужно отметить то, что летом вроде как и отпускной сезон, но и дачи никуда не делись. Ага, дачные маршруты все равно тоже, да, полные? Да, дачные маршруты, они... Особенно, когда еще... Узкое место. Да, там просада. Представь, все, да, с просадой, с урожаем сейчас вот едут, да, то есть человек не один, с ним там два рюкзака еще. Вернемся, да, к началу учебного года. Это посыпется сейчас, я думаю, опять вал обращений по поводу оплаты проезда школьниками, хотя они и летом, я видела, да, периодически, что ребенок расплачивается карточкой. Карточка либо в стопе, либо, ну, непонятно, да, там что с ней. Родители жалуются, что вот ребенок не смог расплатиться, хотя стопроцентно деньги на карте есть. Давайте напомним, как родителям сделать так, чтобы их детей из автобусов не высаживали, ну, высаживать вроде как не имеют права, да, но чтобы не было конфликтных каких-то ситуаций в общественном транспорте. Ну, что касается невозможности оплаты по банковской карте в транспортном средстве, это в основном всегда, когда карточка попадает в стоп-лист, ну, это самая распространенная проблема. Если карта попала в стоп-лист, это означает, что есть задолженность за предыдущую какую-то поездку. У нас вообще оплата по банковским картам в транспорте отличается от оплаты в магазине. В транспорте нет интернета, и списание происходит за проезд не сразу с карты, то есть происходит позднее. После того, как транспортное средство уезжает в парк, заканчивается рабочая смена, терминалы выгружаются, подключаются к интернету, и осуществляется выгрузка, то есть обмен данными с банком. И тогда происходит списание денежных средств за поездку совершенную. Даже она может быть утром, а терминал выгрузился вечером, соответственно, списание произойдет вечером. И на момент запроса банка может быть недостаточно средств, предположим, на карте. И, естественно, карточка попадает в стоп-лист. А ее можно, спросите, перебью, Екатерина, оттуда как-то достать оперативно из этого стоп-листа? Оперативно, к сожалению, нельзя. Либо пассажир пополняет карточку свою банковскую и ждет, когда банк сделает очередной запрос. Но банк делает запрос на списание с некоторой периодичностью, то есть не сразу же, как деньги появляются, и списание происходит. Оперативно можно погасить задолженность в личном кабинете пассажира. На нашем сайте cds.viat.com раздел «Банковская карта» есть личный кабинет пассажира, где граждане регистрируются и могут погасить задолженность за поездку. Оплата происходит сразу, поездка гасится, задолженность за поездку гасится сразу, но карта выходит из стоп-листа в течение 24 часов. Это, опять же, зависит от того, что нужно выгрузить транспортные терминалы. Так, я проговорю тогда еще раз, да, даже если вы положили своему ребенку средства на карту, и вы уверены, что они там есть, может быть такое, что карта по-прежнему находится в стоп-листе, потому что когда-то денег не хватило, и банк еще не сделал повторный запрос. Да. Вот это важно, потому что люди, правда, то есть выкладывают вплоть до скриншотов за Сбербанков онлайн, что вот деньги есть, почему нет возможности расплатиться. Перебил вас, простите. Ну, просто уточнили, да. Ну, еще раз повторюсь, погасить задолженность можно в личном кабинете пассажира на нашем сайте cds.viat.com раздел «Банковская карта». Также там можно просматривать всю историю списаний за проезд по банковской карте. То есть если у пассажира есть сомнения, и, например, было много поездок в течение дня, и списание, поскольку происходит в хронологической последовательности, чтобы сверить это списание, и когда была поездка, заходим в личный кабинет пассажира, и все это можно сверить там, посмотреть. Когда была поездка, когда было списание. Я хочу, как раз, очень иногда появляются в соцсетях жалобы, что у меня за одну поездку списали три раза, то есть это можно все проверить. Это можно все проверить в личном кабинете, да. А бывали ли реальные такие случаи, чтобы было два раза списанное средство? Нет, списание все автоматически фиксируется, то есть поездки фиксируются, и списание также осуществляется, ну, опять же, повторюсь, в хронологической последовательности, поэтому у людей возникает такое вот сомнение, что действительно были какие-то списания. Но в личном кабинете все это можно проверить. Я так понимаю, что есть еще школьные транспортные карты, да? Как это работает? Транспортные карты для школьников. Вот как раз сейчас в преддверии 1 сентября, начала учебного года, на них снова возникает спрос. Они летом не работают? Нет, они работают летом. Они работают, можно картой школьной пользоваться в течение всего учебного года. Но карта транспортная для школьников, она универсальная. То есть ее можно использовать и для оплаты школьного питания в школьной столовой, для прохода через турникет, если в школе есть этот проход по нашим картам. Карты пополняются, также отдельно на питание, отдельно на проезд. Два счета разных, это важно. Хочу на это внимание обратить. И школьники могут использовать их круглый год. Вот, там с этой картой есть какие-то тонкости, она тоже может попасть в стоп-лист? Нет, карта, вот, кстати, преимущество транспортной карты заключается в том, что она никогда не может попасть в стоп-лист. Если денежных средств на карте нет, кондуктору сразу покажет, недостаточно средств. Баланс на карте транспортной можно посмотреть всегда на последнем, на каждом билетике, который выдает кондуктор, вы увидите, какой у вас остаток по карте. И что еще важно, что по карте, по транспортной оплате, списание происходит в момент оплаты. А что делать кондуктору, да, наверное, если у ребенка нет в данный момент средств? Не хватает, скажем так, 28 рублей на карте. То есть, с одной стороны, вроде бы и высадить ребенка нельзя, а с другой стороны, получается, что его везти нужно бесплатно? Какой порядок действий в данной ситуации? Вообще по правилам пользования? Или можно ребенка куда-то довезти, сдать на руки, сказать? Вообще, если пассажиру нужно ехать, это обязанность пассажира оплатить проезд любым доступным способом. То есть, помимо транспортных карт у нас банковские есть, наличку никто не отменял. Оплатить можно сейчас и по QR-коду, они есть в каждом автобусе через систему быстрых платежей. Но, опять же, рекомендовать кондукторам, как себя вести в данной ситуации, это уже не наши компетенции, это, естественно, должны подсказать им, указать их руководство. Как пополнять транспортную карту? Есть один способ, несколько способов? Вот про транспортную карту школьника расскажу, как пополнять. Еще раз обращу внимание, что карта, она универсальная, и пополнение питания и транспортно осуществляется раздельно. На проезд транспортной карты пополняются двумя способами. Первый способ – это отложенный платеж. Можно пополнять через онлайн-банки, Сбербанк, Банк Хлынов, через терминалы этих же банков, также через систему быстрых платежей по номеру карты. Отложенный платеж, он так и называется, отложенный, потому что денежные средства на карту зачисляются не сразу. То есть мы осуществили платеж на карточку. В течение 24 часов нужно осуществить проезд в транспорте. При оплате проезда денежки зачислятся. То есть вот этот нюанс. Екатерина, прошу прощения, сейчас продолжим по транспортной карте. На полторы минутки нам нужно прерваться на рекламную паузу. Разворот продолжаем. В самом начале дам, конечно, слово Николаю Голикова. Точнее, не совсем Николаю, но я должен напомнить, что беседовать с деловыми людьми нам помогает салон ателье классических итальянских костюмов Марка Би Антони. На королеве 171. Марка Би Антони – это пошив мужских, женских, корпоративных костюмов из лучших европейских тканей. Костюмы для торжеств и выступлений. Сорочки, плащи, пальто по индивидуальным размерам. Создание гардероба под ключ для самых взыскательных персон. Услуги химчистки премиального уровня. Марка Би Антони. Эстетика в каждой детали. Карла Липнихта, 71. Рядом с театральной площадью. 295-777. До рекламы закончили мы разговор на пополнении школьных транспортных карт. Не совсем закончили, начали скорее. Да, начали. Сказали один способ пополнения. Екатерина, если можно, продолжим. Второй способ пополнения – это когда пассажиру необходимо, чтобы денежные средства сразу поступили на карту. Данный способ осуществляется через терминалы банка Хлынов контактным способом. Карточка транспортная прикладывается в специальное устройство, так называемый кармашек. Выбирается операция пополнения транспортной карты, и денежные средства зачисляются сразу. Это что касается пополнения проезда. На питание карту школьную можно пополнять также через Сбербанки, терминалы Сбербанка, банка Хлынов, онлайн-кабинеты, также через систему быстрых платежей. На питание пополняется карта по номеру. Недавно была история, достаточно громко прозвучала с оплатой проезда, с тем, что нельзя с одной карты заплатить больше трех раз, больше трех человек, получается. Это по банковской. Это только по банковской карте? По школьной транспортной карте можно всю семью провести? Нет, школьные карты, они персональные. Разумеется, что проезд осуществляется только пользователем карты, только ее владельцам. По банковской, да, летом как раз было же очень много экскурсий всевозможных, когда человек везет там 10-12 человек на транспорт, это на место к другому, и оказывается, что он со своей карты, а он платит за всех, он оплатить не может. Да, ну какая экскурсия, я просто своих детей всех не проведу. У тебя их вон сколько. Так, со школьными транспортными картами разобрались, да? Все, Николай, у тебя нет вопросов? По школьным картам нет. Обновление транспортного состава. Обновление парка. Парка, да. Что нас ждет в ближайшее время? Будет ли что-то, ждать ли нам каких-то новых автобусов, троллейбусов, что-то появится на городских улицах? По этому вопросу хотелось бы сказать следующее, значит, что администрация города Кирова ежегодно у нас участвует в государственных программах по одной линии подвижного состава. То есть эти программы в рамках идут национальных проектов безопасной и качественной дороги. Также, значит, участвуем в специальных там казначейских кредитах, государственных лизингах, ГТЛК. То есть все, скажем, мероприятия администрации проводятся для обновления и улучшения подвижного состава. Вот можно привести пример, что, например, на данный момент, значит, у нас одобрена заявка на 15 автобусов. Это, опять же, в рамках госпрограммы ГТЛК лизинг. Также рассматривается вариант покупки... Это новые? Новые, да. Новые, да. Именно для муниципалитета. То есть, если, скажем, субъект периодически пополняет свой парк новыми автобусами, то муниципалитет от этого пока, к сожалению, отстает. Значит, и также мы рассматриваем вариант обновления троллейбусов. Также в лизинг. Сейчас вот изучаем, рассматриваем несколько предложений. Также ГТЛК, Сбер-лизинг. Ну и наиболее выгодные предложения, конечно, будут доведены до конца. Ага, а по троллейбусам, Александр Олегович, троллейбусы классические или с запасом, с этим автономным ходом? С большим автономным ходом. Потому что была в свое время большая дискуссия по этому поводу, чтобы переходить на новый вот этот тип троллейбусов. Потом вроде бы кто-то даже против выступал. Сейчас какой точки зрения администрация придерживается? Запас вот этого самого хода, скажем, очень сильно сказывается на стоимости троллейбуса. Чем, соответственно, он больше, тем больше стоимость. И стоимость, она в разы отличается. То есть мы рассматриваем для себя оптимальное, например, расстояние это 20-50 километров. Есть, конечно, транспорт, который может и 500 километров преодолеть без установки, скажем, этих аэрогон. Но цена варьируется. Вот мы сейчас театроллейбусы, которые рассматривали, у них цена в районе где-то 26-29 миллионов за единицу. Это новые тоже? Это новые, да. То есть чем выше запас вот этого хода, цена может доходить и до 45 миллионов рублей за единицу. А нет ли каких-то экономических расчетов, то есть насколько это, возможно, он себя окупит за какое-то время или он к этому моменту уже амортизируется полностью? Ну, слушайте, вот расчеты говорят о том, что все-таки троллейбус, он на дольше хватает его в плане использования, например. То есть у нас до сих пор троллейбусы по городу Кирова ездят, которые с 90-х годов и, в принципе, ездят, перевозят пассажиров. Автобусов таких, наверное, очень тяжело найти. Вообще их просто нет, скажем так. То есть автобус только все-таки не проживет. Поэтому в этой части, касаемо этого вопроса, троллейбус более надежен и долговечен. Вот еще, Александр Олегович, такой вопрос. Когда заключались контракты в том году, трехлетние уже, да, вот с перевозчиками, речь шла о том, что благодаря тому, что контракт долгосрочный, у перевозчиков появляется стимул для обновления автопарка. Это происходит на самом деле или нет? Это на самом деле, конечно же, происходит. У нас с муниципальным контрактом даже прописано и предусмотрено обновление, планомерное обновление подвижного состава. То есть к 2024 году, по-моему, порядка 30% они обязаны обновить. А к 2025, там уже где-то чуть ли не 50-70%, они у нас действительно обновляют. То есть вы контролируете этот процесс, да? Конечно. Они у нас также участвуют во всех лизинговых, скажем так, предложениях, программах. Поэтому процесс обновления подвижного состава происходит в городе. А все ли перевозчики добросовестно справляются со своими обязанностями вот в условиях этого длинного контракта? Нет ли желания кого-то заменить, возможно, если есть, то есть ли для этого законные пути? Знаете, наверное, вопрос тут стоит больше в том, что не плохой перевозчик, а у них, наверное, есть общая проблема у всех перевозчиков, да? И опять же хотелось бы сказать о том, что катастрофически не хватает у нас сотрудников. Есть транспорт, но некому на нем ездить. То есть есть такая проблема. Значит, и хотелось бы сказать, вот, например, в плане зарплат кондукторов и водителей, то есть они достигают где-то, водители это 50-60 тысяч в среднем, там где-то больше даже бывает. А кондукторы это 30-40 тысяч рублей. Ну, я думаю, что для нашего региона это довольно-таки неплохой заработок. Но все-таки здесь, наверное, накладывается отпечаток в том, что работа собой подразумевает постоянный контакт с людьми. Ну, нервная работа, кто бы спорил, да. То есть кондукторы делятся, скажем, своим опытом с утра, да, некоторые люди вышли там. 15 секунд у нас осталось. Да, что-то там не стой ноги, как говорится, встал, зашел, а уже на свое настроение передает кондуктору. Кондуктор уже с утра зарядился негативной энергией. Александр Ваев, Екатерина Коренева и Денис Коржавин были у нас в гостях и говорили о работе городского пассажирского транспорта. На старте нового учебного года на этом первую часть дневного разворота завершаем. Мы с Николаем вернемся через 20 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова